Добрый день дорогие мои подписчики и гости моего канала. Приближается 8 марта и многим женщинам Конечно будет приятно иметь у себя вот такой букет красивые мимозы или же красивые розы, какие-то живые цветы Но сегодня я решила показать вам не менее интересную поделочку, которую вы можете сделать своими руками вместе со своим ребеночком И она, я думаю, будет выглядеть не хуже, чем то, что продается в магазине Вот такую красоту на 8 марта мы с вами сегодня и будем делать Нашу работу мы разобьем в два этапа Сначала мы с вами сделаем корзиночку для цветочков А затем уже я покажу вам, как делать вот такие оригинальные цветы, травку, украшения и собрать все это в корзиночку Вторую корзиночку я задумалась сделать овальной формы И поэтому из тонкого пенопласта я вырезала себе три заготовочки овальной формы и заранее склеила их Потому что у меня не было толстого, если у вас есть толстый пенопласт, просто вырежите вот такую деталечку Дальше, для того, чтобы сделать ей бортики, нам нужен вот такой плотный картон, который мы можем обернуть нашу корзинку Обернуть и подклеить нашу корзинку Для ручки я заранее то же самое на плотный картон наклеила вот такую интересную ленту И ручку можно будет приклеить либо таким способом, с красивым орнаментом Либо просто стандартным вот таким способом под сиреневый цвет Для корзинки мне тоже понадобится вот такая сиреневая лента, очень интересная, с обрамлением кружева, в которую я буду обматывать мою корзиночку Дальше, мне нужно будет, я взяла 55 сантиметров вот такого красивого кружева Оно мне тоже пригодится И простой, тоненькой сиреневатой атласной ленты в 1 сантиметр и 2 миллиметра Чтобы можно было подклеить вот к нашему кружеву и затем к нашей корзиночке Для украшения корзинки, как и вот этой корзиночки, я подготовила такую же красивую, интересную заготовочку из фоамирана Вот с такой квадратной красивой бусинкой И выберу одну из нарезанных вот таких красивых бабочек Итак, когда все это готово, мы можем приступать к созданию нашей корзиночки У нас есть вот такая заготовка Нам нужно будет к ней подклеить ручку и сделать красивую по боку, красивое украшение Но начнем мы с вами с нашего кружева Нам нужно присобрать наше кружево на нашу ниточку Чтобы оно было немножечко таким волнистым, оригинальным И затем уже подклеивать к нашей корзиночке Что мы делаем? Мы берем и начинаем прошивать Но предварительно, естественно, я закреплю мою ниточку, чтобы она не выскочила из кружева И затем я начинаю присобирать, как я это делаю и всегда Немножечко беру кружево, немножечко закалываю вот таким защипчиком и иду дальше Опять чуть-чуть делаю защипчик, вот такой защипчик и иду дальше Во многих моих работах я вам показывала, как собирается вот так кружево Я сейчас соберу его до конца и покажу вам Итак, я присобрала свое кружево и приблизительно вот так оно будет выглядеть на нашей корзиночке Но прежде чем подклеить его сюда наверх, нам нужно, естественно, подклеить нашу ручку Ручку нашей корзинки И я все-таки решила, что наша ручечка будет подклеена вот таким образом И вот этим кружевом будет смотреть вниз, чтобы корзиночка была поярче То есть я беру жидкий силикон, если вы хотите, вы можете взять горячий клей И подклеиваю вот с двух сторон небольшими капельками я подклеиваю Буквально по чуть-чуть нанося, нанося силикон Я нахожу центр моей корзиночки и придерживая, вот таким образом, я подклеиваю вот так пока ровно мою ручечку Чтобы она была у меня внутри корзинки, когда я буду все это делать Немножко мне нужно подождать, чтобы она подсохла И дальше мы с вами продолжим Ручечка нашей корзинки подсыхает И я по краю начинаю наносить, вот здесь вверху, начинаю наносить жидкий силикон Для того, чтобы я могла приклеить мое кружево Я вот все это аккуратненько, аккуратненько проделываю жидким-жидким силикончиком И затем я уже беру мое кружево и начинаю его подклеивать в корзиночку Придерживая немножко здесь руками, чуть-чуть подтягивая, вот таким образом, я подклеиваю мое кружево Как видите, ничего трудного нет Корзинка получится очень оригинальной Очень оригинальной и даже вряд ли поверят, что она у вас будет ручной работы Вот так я подклеиваю аккуратненько к пенопласту Вот это мое кружево Вот таким образом Все отлично Все отлично у нас подклеилось Придерживаем корзиночку Вот первый этап нашей корзиночки готов Когда первый наш этап готов Готово наше кружево Мы откладываем всю эту в стороночку И берем вот такую нашу полосочку И на полосочку мы будем подклеивать нанизанное вот такое сиреневое кружево Аккуратненько будем подклеивать на нашу полосочку Вот здесь по бортику По чуть-чуть Нанизывая и подклеивая Нанизывая и подклеивая Чтобы у нас был вот такой интересный бордюрчик Итак, я подклеила свою атласную ленточку Теперь мне нужно сделать вот такой отрезочек Буквально вот такой отрезочек Из моей красивой ленты Чтобы я могла все это вот так аккуратненько подклеить То есть я отрезаю здесь и буду наносить клей Итак, клей я буду наносить вот сюда на зубчики И потом эти зубчики подклеивать на картоночку сверху и снизу Аккуратненько я наношу вот так капельками мой клей По бортику до конца Буквально до конца мне нужно подклеить Это аккуратно, аккуратно Переворачиваю мою ленточку И вот так стараюсь положить Интересненько, чтобы прихватить пальчиками Вот здесь мои рюшечки Очень оригинальные Если у меня остается чуть-чуть кончик Ничего страшного, я его потом обрежу И прикрепить вот так, прижимая ноготочками Вот этот бордюрчик И дать ему просохнуть Затем я подклею все это по низу И тоже дам просохнуть Итак, вот такой бортик Интересный, красивый К нашей корзиночке у нас получается Теперь остался нам заключительный этап Нам нужно подклеить вот этот красивый бортик К нашей корзинке И корзиночка наша в принципе будет готова Мы поставим только украшение бантиком И будем изготавливать наши цветочки Но это я покажу вам уже в другом видео А сейчас мы доделываем и подклеиваем нашу корзиночку Итак, я доделала и подклеила вот этот бортик Мою красоту к моей корзиночке Если вы хотите, можно подклеить и донышко Естественно, либо же фоамираном Либо же фетром Либо просто какой-то красивой картоночкой Я потом подумаю, может быть подклею Но теперь осталось вот тут еще на стыке Что-то нам сделать, чтобы его не было видно Делается это элементарно Вот при помощи нашего такого бантика Бантик у нас будет в цвет наших будущих Цветочков малиновых И я наношу просто немножечко клея на наш бантик И подклеиваю его вот здесь На стык нашей поделочки У нас ничего не видно У нас получилась вот такая вот красота Подровняли чуть-чуть бантичек Пусть он немножечко подсохнет Он немножечко подсохнет Вот так я положу Пусть он сохнет И выберу еще одну бабочку Так как у нас цветочки будут В другой корзиночке Я решила будут темно-синего И такого малинового цвета То и бабочку я решила выбрать В цвет одного из цветочков Она будет вот такая вот темно-синяя То есть я наношу на нее Тоже небольшую капельку Буквально-буквально Капелюшечку клея И прикреплю ее вот Вот сюда К моей корзиночке Слегка-слегка-слегка Придерживая за крылышки Чтоб крылышки немножко отходили От корзинки Вот такая красота У нас с вами сегодня На нашем уроке Получилась Я думаю Эта корзиночка Сделанная своими руками Будет не хуже Покупного букета Сюда мы с вами Добавим еще Вот такие Оригинальные Сделанные своими руками Цветочки И все У нас будет шикарно На этом В этом уроке Пока все Всем пока-пока Подписывайтесь на мой канал Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить Следующие видео В котором мы закончим Украшение Нашей праздничной Подарочной Корзиночки Всем Пока-пока С вами была Лана Милана До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok